Всем привет дорогие друзья, с вами LG и сегодня мы с вами будем обсуждать одну интересную тему. Разработчики выпустили новое обновление, ну как новое, оно такое небольшое, но также самое главное они обновили Coming Soon. То есть что будет дальше, что в дальнейшем ждет нашу игру. Давайте сейчас с вами вместе с помощью Яндекс.Переводчика и моего обобщения мы попробуем с вами посмотреть, что же они нам предлагают в будущем, в новых версиях. И начнем мы самое главное, интересное, всех кого это интересовало. Вселенная Песочница 2 на телефон или планшет. Все вопросы, которые вы спрашиваете у нас, когда выйдет на телефон, когда выйдет на планшет, наше предположение, что вы хотели бы очень, не были бы очень счастливы в этом. Я пытаюсь как-то перевести. По крайней мере это было доказано до сих пор всякий раз, когда мы запускаем тестовую версию на наших мобильных устройствах. Мы сделали значительный прогресс в этой мобильной версии, есть много проблем. Например, пользовательский интерфейс все еще нужно решить, но похоже релиз будет в следующем году. То есть разработчики здесь нам говорят, что в следующем году будет релиз мобильной версии на Android, iOS, Windows Phone, наверное, и прочие мобильные системы, на которые, ну такие вот обычные, да, стандартные, на Blackberry может быть даже, как она там называется, система, я не помню, напомните в комментариях, вот. Выйдут Universe Unbox, то есть это круто. Дальше. Вторая новость это лазеры. Лазеры удовольствия для всех. Мы очень взволнованы, представляя это. Но возможно сообщество еще более возбуждено. Мы не видим, мы не виним вас. Хорошая новость. Лазеры приближаются к настольной версии и одновременно возвращаются в виртуальной реальности с улучшенной реалистичностью и функциональностью. От лазерной указки на планету до планетного разрушения этим самым лазером. Вы можете установить мощность лазера, чтобы перейти от реальной питания к лазерной указке, к лазерным гораздо мощным, чем когда-либо созданных способные плавление, плавить лед на земле и нагревать ее до точки испарения. Вот. Блин, переводить с русского на русский это не так просто. Так, дальше. Третья новость это, дорогие друзья, изображение локальной температуры по планете. То есть, сейчас я вам прочитаю и потом объясню. Изображение, которое вы сейчас видите на экране, показывает инструмент отладки. Мы используем его для тестирования новой планеты, новой сетки планеты. Этот инструмент показывает, как температура разбивается на точки данных на поверхности планеты. Сетку планеты, так и ранее называемые автоматы, это новая технология, над которой мы работали некоторое время назад. Довольно долгое время, так скажем. И мы очень рады вам ее представить. На первом этапе эта технология позволяет моделировать локализованные температуры на поверхности, а не среднюю температуру по всему объекту. Ну, то есть, по всей планете, да? То есть, теперь, в свою очередь, это позволит гораздо более динамичной, детализированной визуализации и моделирование. Это также является важным первым шагом для еще одной особенности, которая давно идет. Три точки и все. Так, я не договорил, что же это такое, что я сейчас прочитал, я вам сейчас объясню. Короче говоря, всю планету, можно будет открыть карту планеты, это во-первых. Во-вторых, вы сможете посмотреть температуру в каждом конкретной точке планеты. То есть, она будет разбита на такие, так называемые, квадратики, да, я так понял. Ну, параллели меридианы, и в какой-то конкретном квадрате, да, вы сможете проверить температуру. То есть, например, в Африке будет действительно жарко, на полюсе будет действительно холодно, а не 15 градусов по всей планете. Как это было раньше, ну, как это есть сейчас. Дальше. Изображение выше показывает ранний дизайн макет нового интерфейса с поддержкой мастерской, дорогие друзья. Да, они работают над Steam Workshop, то есть, они собираются добавить поддержку разнообразных объектов и симуляций в мастерской. То есть, ну, давайте я вам сначала прочитаю официальную новость, как смогу. Мы только что начали работу над добавлением поддержки мастерской Steam в Universe Unbox 2. Есть много, что нужно сделать для дизайна передней, и у нас есть недочеты, которые нужно исправить с помощью нашей системы. Вот. Сейчас можно загружать и сохранять, и учитывая все обстоятельства, у нас хороший прогресс. Поддержка мастерской Steam часто по просьбам сообщества. И не зря. Мы очень рады видеть, что происходит, когда это становится легким для изучения всех моделей. Сценариум сообщества является создание или разрушение. То есть, я не буду это все целиком читать. Тут еще потом маленький кусочек есть. И, в конце концов, модели, текстуры тоже. То есть, вы сможете создавать свои объекты, свои текстуры, свои модели. Ну, модели, вероятнее всего, нужно будет создавать в редакторах во всяких. Ну, или скачать попросту интернет и загружить, допустим, космическую корову какую-нибудь. Там, кстати, об этом будет. Корова или космический корабль, я вам прочитаю этот момент. Вот. То есть, по факту, вы можете загрузить какую-то модель в игру. Как-то ее настроить, оттекстурировать даже, может быть. И выложить в Steam Workshop, да. И другие игроки смогут скачать эту вашу модель, добавить ее себе и поиграть с ней. Тоже так же можно будет выкладывать симуляции в мастерскую. И другие игроки смогут заходить и смотреть эту симуляцию, скачивать ее себе, если им интересно подписываться. И играть в нее. Итак, идем дальше. И, конечно же, локализация, дорогие друзья. Они переписали, как вы знаете, в Альфа-20 полностью интерфейс. Вот. И наш новый пользовательский интерфейс, который добавлен в Universe Unbox 2 обновление 20, мы уже готовы. Он уже готов принять в систему локализации. Это будет Community Sourced Translators, как здесь написано. То есть, они добавляют локализацию и игроки с помощью воркшопа добавляют свою локализацию. То есть, допустим, китаец какой-то, который любит играть в Universe Unbox, он добавляет китайскую локализацию. Там украинец там свою локализацию добавляет, да, украинского языка. Белоруссия, белорусы тоже. Там американцы своего добавляют. Ну, она так на английском, кстати. Да. Ну, у американцев немножко, кстати, другой язык, чем у англичан. Называется американский английский. Ну, я думаю, вы знаете. Вот. Ну, и, собственно говоря, каждый игрок может зайти в воркшоп и сделать полностью свою локализацию. То есть, вот как написано, мы планируем попросить сообщества помочь с переводом всего текста в Песочнице Universe Unbox 2. Мы не уверены, как это будет работать, но наша идеальная система позволит вам нажать на любой фрагмент текста Песочницы Вселенной 2. И предложить перевод или улучшить существующий перевод. Ну, короче, на некоторое время Universe Unbox 2 превратится в такую вот огромную-огромную Википедию, которой можно будет редактировать полностью интерфейс и менять вообще все названия. Так, идем дальше. Кабум! Это будет... Это будет новая физика, короче, они работают над новой физикой. Должна быть более реалистичная система столкновений, как они пишут. Это когда два одинаковых по размеру тела сталкиваются друг с другом, так и они должны разлетаться оба на куски. То есть, не должно не оставаться ни одного объекта. А сейчас, как написано, они один ест другую, которая сейчас происходит. То есть, сейчас, когда сталкиваются два тела одинаковых по размеру и по массе, одно тело из этих рандомно, очевидно, да, поглощает другое тело. Ну, недоработочка. Они собираются это исправлять. Ну, и совсем на дальние планы у них сейчас есть космические суперсооружения. Мы упоминаем об них много, хоть они не в ближайшее время, хоть их в ближайшее время и не предвидится, потому что они только что пока интересно обдумать. На основе физического пространства тросов, как идея, основной строительный блок. Эти структуры могут прийти в предварительно заданных форм и размеров, в конечном и строге поддержка создания пользовательских структур. Бум, ребята, это просто офигенно! То есть, в принципе, вы сможете... Это космические лифты, сферы Дайсона, кольцо миров. А потом визжать от радости, как здесь написано. Вот. И терпение, конечно же, нам всем нужно. Но, блин, то, что они обещают, если они все это реализуют, новые системы с поддержкой кастомных моделей, это будет просто эпик. Вы представляете, вы сможете создать собственный лифт с Земли на Марс, проапгрейдить его как-то там, я не знаю, может быть, его можно добавить немножечко стратегии там, да, то есть, перейти там в режим какой-то стратегии, например. И, то есть, когда они еще добавят жизнь, космические корабли, блин, это так охрененно будет просто! Вы понимаете? Попросту. А у нас в ней станет, возможно, все. Режим симуляции, например, да, и режим там, RPG, режим стратегии. То есть, вы сможете, вот у вас планеты, да, вы сможете с этими планетами что угодно делать, а жизнь, которая там будет, они будут каким-то образом выживать, допустим, при столкновении планеты Земля там с астероидом, да, и людям нужно будет как-то выжить, и они будут с этим как-то справляться. Ну, блин, конечно, как вот будут там всякие машины собираться вокруг этого астероида. Я прямо вот сейчас у меня воображение работает уже на полную катушку, и что, вот, как это будет вообще круто, что, как они будут устранять последствия разрушения, что будут города на планетах. Ну, ребята, это будет вообще, это мега круто, это мега круто. Если они все это реализуют, то это будет нереально круто, конечно же. Но, для начала, мы будем, конечно, ждать, когда они исправят все основные баги и добавят нормальную поддержку в Windows 7, как они мне написали тогда насчет моей проблемы, и они просто откатили, короче, обновление. Вот. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был LG. Спасибо вам за просмотр. Всем пока, пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok